Дальше речь пойдет о вещах, которые наоборот очень нужны в доме, о красивой мебели. Вот например, вы знаете какой дизайн стульев будет моден в 2020 году? А из какого материала лучше изготавливать шкафы? А сможете отличить в интерьере стиль арт-деко от авангарда? Наш гость не только знает ответы на эти вопросы, но и сам может изготовить мебель. Давайте знакомиться Иван Мордовин, участник международной выставки мебели, а также руководитель детской школы столярного мастерства. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Я знаю, что вы приехали с выставки. Вы участник международной выставки мебели. Мы приехали из Москвы, там недавно проходил миланский, итальянский мебельный салон, его московское отделение. Так как мы планируем в следующем году посетить сам Милан и привезти туда мебель в русском этническом стиле, показать Европе наш стиль, вот в Москву мы ездили на разведку, так сказать. На разведку ездили? Ну вы возили свои какие-то образцы? Нет, мы... Вы вот именно в прямом смысле слова на разведку. В прямом смысле слова на разведку, да. Как эти выставки проходят? Это глобальное мероприятие? Ну, конечно, любые выставки – это крупные мероприятия, где собираются и производители мебели, и производители оборудования для мебели. И вот в нашем случае миланская выставка – это самая крупная выставка в мире, самая престижная, которая как раз задает те тренды, о которых вы говорите. То есть, если вы хотите узнать, какая мебель будет в 2020-2021 году модная, то нужно ехать на миланский мебельный салон, и там как раз-таки эти тренды задаются. И наша идея – задать тренд будущих лет, чтобы русский стиль, в том числе и в Европе, был представлен в мебели. Вот вы сейчас сразу произнесли волшебное слово «Милан», выставка, а вы туда собираетесь, планируете поехать. Это сложно? Поддержка вам какая-то нужна? Да, мы сейчас ведем переговоры с фондом поддержки подпринимательства Ставропольского края, это при Министерстве экономического развития. И, возможно, нас поддержит правительство края. То есть, каждый желающий просто так не может поехать? Нужно все равно какая-то за стеной? Либо мы едем за свой счет, это большие бюджеты, большие расходы, либо нас поддерживают какие-то министерства, потому что все-таки это экспортно ориентированно. А что у вас такого, Иван, чтобы вас поддержали? У вас этнический стиль. Вот давайте, я вот услышала об этом поговорим. Мы возрождаем русский стиль мебели и архитектуры. В мастерской уже 7 лет, и мы планомерно двигаемся в этом направлении. И в том числе Министерство экономического развития и фонды, которые при Министерстве действуют, им эта тема интересна, потому что, с одной стороны, это экспортно ориентированный продукт, с другой стороны, это реальный сектор экономики, это производство у нас в крае. Поэтому вот нашли общий язык. То есть вы необычны в своем роде, получается? Ну, в этом роде мы вообще, наверное, уникальны, потому что на такой уровень вывести, опять же, вот русский стиль забытый, я думаю, мы других не знаем таких. Я только сундук, честно, вспомнила к своему стыду. Сундук – это вот как раз оно? А надо, чтобы у всех это было понятные образы, понятные образы. Но опять же, это не значит, что это старина какой-то там прям изобилия резьбы. Русский стиль, мы его интерпретируем под современные реальности наши, чтобы эта мебель была и практичная, и долговечная, и удобная, и в том числе и дополняла интерьер, вот такие вот, какие-то этнические ноты, чтобы унес интерьер. Примерно, я понимаю, жаль, ничего не принесли. Люблю, когда гости приходят, не спустят. В следующий раз обязательно принесли. В следующий раз обязательно приносите, да. Были на выставке, скорее всего, проходили какие-то мастер-классы. Удалось посетить? Мастер-классы нет, не удалось посетить. В основном мы общались уже с производителями, с ритейлерами. Что для себя интересного увидели, отметили? Мы отметили, что итальянская мебель, она такая вся изящная, такая вот вся элегантная. И мы решили, что точно нам надо туда ехать и добавить брутальности и такой массивности в наши интерьеры. Вы сами как пришли вот именно в это дело, изготовление мебели? В 2012 году я попал в город Элиста и сильно впечатлил меня этот город своей этнической индивидуальностью. Там буддистская тема очень сильно проявлена. У тебя не остается сомнения, что ты попал в центр буддизма. И вот в тот момент я осознал, что я являюсь носителем русской этнической культуры. И где наши проявления вот в этом, в интерьере, в экстерьере. И стал эту тему изучать, хотя не было вообще предпосылок, что я буду столяром и тем более буду бизнес такой создавать. А до этого чем занимались? Я занимался предпринимательской деятельностью в области торговли, светотехникой, занимаюсь организацией мероприятий. То есть столярное дело не было вообще и близко. И после этой поездки прошли такие трансформационные какие-то внутри меня изменения. И я стал изучать по интернету, по ютубу, по форумам столярное дело. Сразу авторские изделия стали выигрывать в конкурсах международных. А что первое было? Что первое изготовили? Первое было тележка вообще декоративная, случайно сделанная для себя. Потом были скульптуры деревянные, резные скульптуры из дерева. И вот так пришли к тому, что мебель... А сейчас наша мебель и в Казахстане, и в Украине, и по России мы... То есть вы известны уже? Ну, в определенных кругах точно известны, да. В определенных кругах. Хвастайтесь, хвастайтесь. Люблю, когда такие гости скромные приходят. Спасибо. Можно, здесь можно. Не зря спросила про то, сами умеете, не умеете. Но не только умеете, но и учите малышей? Да, мы... Так плавно сейчас перетекаем еще в одно дело. Да, мы постоянно проводим мастер-классы и для малышей, и для подростков, и для взрослых людей. Табуреточки делают? Табуреточки, скворечники и так далее. Как эта идея пришла в голову? Вот учить кого-то? Во-первых, эта идея очень хорошо ложится в ту нашу цель по возрождению русского стиля в мебель и архитектуре. Одно дело – это бизнес-цель, а другое дело – это социальная цель, в которой нам нужны люди, которые интересуются этой темой и самостоятельно развиваются. Ну и плюс я получил этот опыт с нуля после 30 лет, освоил совершенно новую профессию, хорошо на ней зарабатываю, и наши сотрудники тоже очень хорошо зарабатывают. И поэтому мы ставим для себя цель поднять престиж рабочих профессий. То есть у нас быть рабочим как-то не модно. Модно быть блогером. Модно быть блогером. А мы делаем модным быть столером, модно быть кузнецом, модно быть сварщиком. И мы видим, как у людей загораются глаза – это и дети, и взрослые. То есть мы на мастер-классах и на выездных работаем, какие-то поддерживаем фестивали, массовые такие мероприятия. И у нас в мастерской проводим тоже дни открытых дверей. Видим, как глаза загораются и у детей, и взрослых. И взрослые говорят – о, вот чем я буду на пенсии заниматься. О, я бы вообще бы изучил, бы хотел бы это более так подробно. И поэтому сейчас мы проводим мастер-классы, а в ближайших планах стационарную, постоянно действующую школу столярного ремесла организовать. В Ставрополе? Это в Георгиевске. Мы находимся в Георгиевске. Мы к вам ездим регулярно. Хорошо, я бы спокоилась. На всех площадях города встречайте нас, да, на массовых мероприятиях. Вот вы так ярко, интересно про все это рассказываете. Я не раз слышала от людей, которые вот, ну, не знают пока, чего они хотят, фразу, что, ну, вот без поддержки я не смогу. Вот вы прошли, вы сами сказали, да, после 30-ти вы освоили новую профессию. Легко ли получить, допустим, какие-то субсидии в край, ну, от правительства, да, где ярко все это описывается во всех информационных источниках? Вы этот путь прошли? Мы этот путь проходим и оказывается... Кто помогает больше всего и куда обращаться? Вот давайте мастер-класс небольшой теперь с тем, кто хочет. Вот совершенно точно, это не реклама, это рекомендация как предпринимателя предпринимателям. Точно в фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края они и консультации оказывают, и в том числе... Это все реально? Оказывают софинансирование на рекламную деятельность, на какие-то активности, на сертификацию. И мы сейчас работаем, у нас несколько договоров с фондом подписаны. Это реальное софинансирование, это не грантовая поддержка, как вот бывает надо доказать, а просто если вы реальный сектор экономики, если у вас реальный бизнес и у вас реальные потребности, то, пожалуйста, можно получить софинансирование, буквально несколько бумажек согласовать и подписать. Вот слушайте, наши гости, да, они плохого не посоветуют. Вернемся к началу нашего разговора, в Милан вы планируете поехать? Да. А вот награды у вас, какие самые ваши такие ценные сердца есть? Ну, награды у нас... Где участвовали? Сказали же сейчас, что в выставках всяких участвовать. Ну, самая такая ценная награда, это первая самая, когда это была мастерская в подвале родительского дома, там своими руками что-то делал, две работы победили в международном конкурсе журнала «Мой любимый дом». Известный журнал, у многих он дома лежит. Он известный журнал, да? Вот, там за дизайн... А как получилось, вы отправили фотографии? Фотографии, да, описание работ на конкурс и победили, опубликовали статью, подарок даже прислали, там инструмент какой-то. Так что это было самое такое. А потом просто их происходит постоянно и много. И вот, кстати, сегодня мы финалисты конкурса «Бизнес-успех», и у нас послезавтра будет защита. Так что тоже держим кулачки. У нас сегодня все финалисты. Защита нашего проекта будет послезавтра. Посмотрим, что из этого получится. Иван, я желаю вам успеха, я желаю вам хорошей поездки в Милан и не останавливаться на достигнутом. Спасибо огромное за то, что вы делаете. Всего хорошего. Счастливого. До свидания. Спасибо.